В период беременности женщина уделяет повышенное внимание своему состоянию, обращая внимание даже на минимальные изменения в самочувствии. Иногда будущая мама может заметить, что ее живот стал более плотным, нежели обычно. В том случае, если тонус не сопровождается никакими неприятными ощущениями, сильно волноваться не стоит, так как дело может быть в период томлении, физической нагрузки, адаптации ткани на ранних сроках или тренировочных схватках на поздних. Однако при длительном напряжении живота или возникновении боли необходимо незамедлительно обратиться к доктору, так как твердый живот при беременности в первом, втором и третьем триместре свидетельствует о гипертонусе матки. Термин гипертонус матки используется для обозначения повышенной сократительной активности миометрия, возникшей до предполагаемой даты родов. В подавляющем большинстве случаев в основе его возникновения лежит недостаточная выработка прогестерона, кроме этого нередко гипертонус матки диагностируется у женщин, страдающих от повышенной выработки андрогенов. Еще одна частая причина этой патологии – это избыточная секреция пролактина, например, на фоне гормонально активной аденомы гипофиза. Замечено, что с повышением тонуса матки чаще сталкиваются женщины, имеющие ванамнезимиому или эндометриоз – воспалительные процессы со стороны репродуктивной системы. В качестве других предрасполагающих факторов рассматриваются нарушения регуляции центральной нервной системы, многоплодная беременность и крупный плод, избыточный объем околоплодных вод, болезни щитовидной железы, курение и употребление алкоголя в период вынашивания ребенка, а также многое другое. Еще один важный момент – это психическое состояние будущей мамы. В 2013 году ученые из Челябинской государственной медицинской академии опубликовали работу, по результатам которой было установлено, что женщины с повышенным тонусом матки во время беременности отличаются в значительной степени высоким уровнем личностной тревоги в сравнении с женщинами без признаков гипертонуса миометрия. Для начала стоит сказать о том, что гипертонус матки делится на две степени тяжести. При первой степени какие-либо клинические проявления чаще всего отсутствуют. В третьем триместре будущая мама может обратить внимание на незначительную тянущую болезненность внизу живота. Вторая степень характеризуется достаточно выраженным болевым синдромом, имеющий тянущий характер. Иногда пациентка указывает на то, что боль распространилась на промежность наружные половые органы. Кроме этого может отмечаться учащение позывов к мочеиспусканию. При объективном осмотре обнаруживается уплотнение живота, его небольшая приподнятость, более округлая форма, нежели обычно. В ходе пальпации выявляется напряжение стенки матки. Чаще всего прогноз при гипертонусе матки благоприятный. Правильно подобранная терапия позволяет снизить тонус миометрия и ликвидировать все риски для плода. Однако иногда при несвоевременном обращении к доктору такая патология может стать причиной преждевременных родов, гипоксия плода и самопроизвольного прерывания беременности.